Татьяна Береговая спрашивает, не опасно ли мне в Соединенных Штатах? Андрея Ларионова уже собирается уволить с работы за его позицию в поддержку Трампа. Ну, не совсем так, но я вот обдумывая вашу просьбу записать такой ролик, я ему придумал название такое. Здравствуй, Орвел. Орвел это автор известного романа 1984, в котором он описывает вот этот послевоенный роман. В 47-м, по-моему, году он был написан, или в 50-м каком-то, о том, как социализм наступает в Великобритании. И вот этот абсурд, абсурд социализма начинает проявляться в идеологии, сразу в разных областях. Ложь – это правда, и так далее. Вот. Абсурд сейчас начал проявляться. Это надо констатировать такой медицинский факт. Граждане Соединённых Штатов, которые собрались перед Капитолием, не грабить магазины, как это было по всем Соединённым Штатам во время вот этого Black Lives Matter. А просто хотели выразить протест против того, что фальсификация на выборах была осуществлена, и Конгресс не реагирует. Вот они названы, значит, там много терминов в отношении к ним. Употребляются переворотчиками, это всё, значит, переворот был, а революционеры, революция, буддовщики, ну, в общем, много. Но преступники. Сейчас 170 уголовных дел открыто по фактам, значит, по видеозаписям всех, кого различили, диагностировали. Семьдесят человек в тюрьме сидят, против них ведутся расследования. Ну, вот и Андрей Лорионов попался под горячую руку. Значит, он написал такой пост у себя в LiveJournal, сравнил ситуацию с подругом Рейштага 1933 года. В Германии, когда нацисты спровоцировали репрессии. То есть, создали повод для репрессий. Такой казус бейли, но не для войны, а именно для репрессий. И начали эти репрессии против всех оппонентов, что и делают сегодня демократы, демократическая партия. Сейчас, прямо сейчас, вот я записываю ролик, вместо того, чтобы следить за выступлением демократов в Конгрессе по поводу импичмента. А импичмент за то, что, значит, Трамп призвал к террористической деятельности. Во-первых, это вроде бы не террористическая деятельность. Во-вторых, нету оснований считать, что Трамп призвал. Хотя, конечно, выступал против фальсификации выборов. Абсурд. То, что произошло с Андреем, это, значит, ну, это классика такая советская, кстати говоря. То есть, ЦК рассмотрел этот вопрос, принял решение спустить этот вопрос в парторганизацию Института Катона, но чтобы они там пропесочили, проработали, я забыл, какой термин употреблялся в таких случаях, ну, проработали Андрея Ларионова, разобрались с ним сами. Вот. В Советском Союзе обычно увольняли за такие проступки, за отсутствие политического чутья. Вот. Здравствуй, Орвел. Значит, Андрею грозит увольнение с работы. Волчий билет? Не знаю. Ну, вот в Советском Союзе это кончалось волчьим билетом. Нельзя было никуда устроиться на работу. Ну, у Андрея есть возможность, я знаю, он приезжает иногда в Россию. В общем, и в России есть где поработать ему, мне кажется. Уже тролли там начали кричать, что он, наконец-то, расчехлился. Он нормальный эксперт, он не собирается в угоду сторонника Морвела говорить, что это восстание, что это преступление. И, насколько я понимаю, он политической борьбой не собирается заниматься. Это мнение эксперта. Он считается, что имеет право собственное мнение иметь. Проработка, да. Проработка на партсобрании. Чистка. Ну, это более общий такой термин. Когда много людей и нужна чистка партии. А это проработка. На партсобрании, на профсоюзном собрании. Меня в свое время вызывали в райком партии, когда я не был членом партии, но вызывали, когда я начал продвигать такую кампанию по благотворительности, помощи пенсионерам. Они сказали, что это провокация антисоветская. Запретили выступать на телевидении. Ну, это уже были последние годы советской власти, перестройка. Там, особенно, они... Так, по поводу того, что мне угрожает. Ничего, понимаете. Несколько лет назад очень многие предприниматели мне говорили там, а зачем бросать бизнес? Вон, там, Ходорковский занимается политикой. И бизнес, просто, это уже в тюрьме начал заниматься политикой. Вот. Это очень удобно. Они ничего со мной сделать не могут. Они меня могут депортировать. Ну, ничего страшного. Окажусь, там, в Украине, в Израиле, в России, в Чехии, там, неважно где. А ущерб, который они получат в связи с, там, возможностью вот депортации, желанием заткнуть рот, но он будет колоссальный для демократической партии. Я не думаю, что они на это решатся. Хотя, ну, мне правда все равно. Клянусь. Ну, 72 года. Мне осталось немного. И отказываться от каких-то принципов. Врать, как это делает. Гарик это делает для поддержки своих проектов. У меня нету никаких общих проектов ни с Кремлем, как у Сергея Пархометка и у Женя Альбатс. Ни с демократами, как у них же и у, там, многих других. А мне плевать. Ну, перееду. Тоже, там, проблема. 800 долларов, авиационный билет. Вот. Так что, не волнуйтесь, пожалуйста, за меня. Ничего страшного не произойдет, если мне придется уехать. Если меня депортируют из самой свободной страны мира. Вот. Я не прекращу свои деятельности. Неrodu praticamente. Объект.